При равновесии заряды на проводнике распределяются следующим образом. Во-первых, они одноимённы, поэтому отталкиваются и стремятся разбежаться, так чтобы расстояние между ними было настолько большое, насколько позволяет геометрия этого проводника. В результате весь заряд распределяется по поверхности проводника. Но и это не всё. Заряд распределяется по поверхности таким образом, чтобы поле внутри поверхности отсутствовало. Поле внутри его поверхности проводника, внутри проводника отсутствует. А поле на поверхности проводника перпендикулярно к этой поверхности. Поэтому в условиях равновесия поверхность проводника всегда эквипотенциальна. Доказываются оба утверждения от противного. Первое утверждение, что поле внутри проводника отсутствует. И второе утверждение, что поле на поверхности проводника нормально к этой поверхности. Проще всего доказать второе. Представьте себе, что есть касательная к поверхности составляющая у вектора напряженности электрического поля. Тогда заряды немедленно побегут вдоль этой поверхности. Значит, вы получили противоречие с предполагаемым равновесием. Мы имеем возможность показать вам клетку Фарадея, защитную металлическую оболочку цилиндрической формы, как перевернутый стакан. Эта оболочка сделана из мелкой латунной сетки. Итак, источник высокого напряжения. Питающий провод подсоединен к внешней поверхности этой сетки. Здесь же подсоединен провод, соединяющий внешнюю поверхность с электроскопом. Он будет индикатором того, что заряжена сетка. Стрелка будет отклоняться, когда есть заряд на этой сетке. Наконец, внутренний электроскоп. Белый провод подсоединен к внутренней поверхности этой сетки. Внутри сетки поля нет. Поэтому, если я подаю напряжение на эту сетку, поля внутри нет. Некому гнать по белому внутреннему проводы заряды на этот электроскоп. То есть, при подаче напряжения, защищенный этой сеткой, электроскоп не должен никак реагировать на тот факт, что сетка заряжена. Внутри сетки нет поля. Давайте посмотрим. Подаю напряжение. Правый электроскоп показывает наличие заряда на сетке. Левый внутри сетки электроскоп показал отсутствие заряда. Теперь я выключаю напряжение. Под напряжением за эту сетку лучше не браться снаружи. Снимаю сетку. Вот он, этот белый провод. Вы можете увидеть, что он соединен с внутренней поверхностью сетки. Кладу сетку рядом. Теперь сетка не защищает этот электроскоп. И подаю напряжение. Зарядились оба электроскопа. Сполз заряд с сетки на электроскоп. Маленькая хитрость вот в чем. Замыкает эту поверхность вот эта дюралевая пластина. Сейчас она сетку не замыкает. Поэтому стек заряд с сетки на электроскоп. Субтитры создавал DimaTorzok